Здравствуйте! Это программа в центре событий. В студии Галина Булгакова. Смотрите выпуски. Ко дню победы готовы. В администрации рассказали, какие мероприятия ждут сургутян 9 мая. Больше двух суток без электричества. В кооперативе от Автомобилист-1 люди пытаются выжить без света. Быстрая реабилитация, минимальная травматичность. Мировые технологии лечения коленного и плечевого суставов внедряют в травматологию. Ко дню победы готовы. 9 мая сургутя на гостей города ждет обширная праздничная программа. Мероприятие, посвященное 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в 9 утра откроет акция «Живая цепь памяти». От Сургута, мемориала славы, выстроятся студенты и будут передавать друг другу красные гвоздики. Затем в 10 часов на улице Энгельса начнется парад сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Сургуту, спецназа «Север» и представителей военно-патриотических объединений. Отмечу, что это будет самый масштабный марш в истории нашего города. В нем примут участие 570 человек. В 11 часов состоится митинг и возложение цветов к Вечному огню, а также лития по погибшим в годы Великой Отечественной. Комнационной точкой празднования мероприятий 9 мая будет праздничный салют, который состоится в 22 часа. Смотровая площадка будет на площади перед театром Сургутского государственного университета. Залпы будут проводиться с берега сами. Кроме этого, 9 мая в третий раз в нашем городе пройдет акция «Бессмертный полк». Колонна начнет формироваться с 9 утра на пересечении улицы Университетской и проспекта Ленина. Начало шествия в 10 часов. Горожане пронесут портреты своих родственников героев по Энгельса, Гагарина до мемориала славы. Стоит добавить, что принять участие в акции «Бессмертный полк» может каждый желающий. Регистрироваться в этом году не нужно. Вход в ряды «Бессмертного полка» будет осуществляться с двух сторон. С улицы Ленина один вход будет, и со стороны улицы Энергетиков будет второй вход. В «Бессмертный полк» люди будут заходить через рамки. Поэтому у меня убедительная просьба приходить пораньше, чтобы не создать потом очередь. На 9 мая в Сургуте запланирована легкоатлетическая эстафета, концерт, фронтовой песни, велопробег. Также на площади у филармонии можно будет отведать солдатской каши. В течение всего дня в разных частях города на шести площадках пройдут концерты и массовые гуляния. С подробной программой празднования Дня Победы можно ознакомиться на нашем сайте indefisnews.ru. Там же есть и информация о перекрытии улиц. С Днем Победы сургутских ветеранов поздравляют и представители бизнеса. Торговый центр «Союз» подготовил для участников Великой Отечественной персональные подарки. Сегодня поздравление-презент вручили Дворкиной Хане Мордуховне. Женщина пережила блокаду Ленинграда и эвакуировалась из осажденного города 13 февраля 1942 года. Всего в торговом центре «Союз» подготовили подарки для 17 ветеранов. В этом году совместно с супермаркетом «Перекресток» мы собрали продовольственные корзины и поздравляли ветеранов с продовольственными корзинами. Эту акцию мы хотим продолжить на День пожилого человека, поздравлять ветеранов труда и наших любимых пожилых людей. Пропаганда патриотизма ушла в сеть. Депутаты Сургутской думы запустили необычный проект. На официальном сайте представительного органа власти и на площадках групп в социальных сетях появились информации и фотографии предков парламентариев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Перенести идею бессмертного полка на просторы всемирной паутины депутаты решили, чтобы привлечь к проекту и к патриотической тематике молодежь. Ко дню победы все участники и инвалиды Великой Отечественной получили единовременно по 10 тысяч рублей из городского бюджета. По 6 тысяч выплатили и бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, супругам погибших участников и инвалидов войны, блокадникам, а также детям участников Великой Отечественной. Кроме этого, единовременную помощь выделил и округ. Инвалиды участники Великой Отечественной войны 47 человек в размере 3 тысяч рублей. В добы погибших ветеранов Великой Отечественной войны по 78 человек в размере 2 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком жителей блокадного Ленинграда, 16 человек в размере 2 тысяч рублей. Узники концлагерей 29 человек в размере 2 тысяч рублей. Сотрудники полиции 9 мая примут участие в параде победы в Сургуте. Традиционно торжественным маршем пройдут женский батальон, дорожно-патрульная служба, сотрудники управления внутренних дел. Правоохранители продолжают дежурить в особом режиме. Так называемый усиленный вариант внесения службы действует с 30 апреля. Увеличена численность постов, нарядов, дежурных частей, следственно-оперативных групп. Меры безопасности также будут обеспечены, будут усиленные наряды, то есть будут сделаны отцепления, будут выставлены рамки металлодетекторов, то есть для безопасности граждан, то есть обеспечить полную безопасность их. Больше двух суток без электричества оставался один из крупных дачных кооперативов Сургута. На территории Автомобилиста-1 почти 500 участков. Постоянно там проживает около 50 семей. Что такое жизнь без света и почему от питания отключили местную энергетическую подстанцию? Дмитрий Круковец пообщался с дачниками. Ученик четвертого класса Руслан Осипов вместе с мамой и другими жителями дачного кооператива Автомобилист-1 стоит у вагончика правления и ждет, когда включат электричество. Света здесь нет уже третьи сутки. Мы зажигали свечу, а мне со свечом было неудобно делать уроки. И у нас уже третий день нет света, и я не знаю, зачем они отключили. Жизнь без электричества в современном мире представить невозможно. На этом энергетическом источнике, особенно на дачах, держится буквально все. Отопление, водоснабжение, канализация. Нет света, нет ничего. Мы без света остались полностью, то есть дома не отапливаемые, нет воды. Мы живем с детьми, мы постоянно проживающие люди в этом кооперативе. Мы все остались без света. То есть это все полностью, не помыться, не приготовить нам еду. То есть мы с детьми, детям не сделать уроки. Электричество отключили еще 2 мая в 9 часов вечера. Сделали это сотрудники территориальной сетевой организации «ЭЛЕКС», ссылаясь на неудовлетворительное состояние трансформатора в кооперативе. Они нам стали объяснять, что случилось заземление земля, потек ток по земле. И они были вынуждены все кооперативы, которые вот так вот соединены по нашей линии, отключить. Когда они их проверили, эти кооперативы, выяснилось, что проблема в нашем трансформаторе. И они взяли и обрезали провода. Так случилось, что в это время председатель кооператива находился в отъезде. В его отсутствие никаких юридических действий предпринять было невозможно. Вернувшись, глава автомобилиста Владимир Трифонов в оперативном порядке заключил в компании «Электр» договор на обслуживание трансформаторной подстанции. Лишь после этого на объекте начались восстановительные работы. Единственная претензия, да, могли бы заранее предупредить, хотя бы день, два или... Вообще, по идее, как бы они раз нашли ошибки в этой документации, то да все, так они за три года могли бы и раньше предписание. А так получается, что как будто специально ждали, когда я уеду или что, и втихаря ночью, блин, не предупредив людей, тут у нас люди как бы подумали, что цветмет воруют. Генеральный директор компании «Элект» Найер Кябишев отказался на камеру комментировать ситуацию, но рассказал нам в телефонном разговоре, что, конечно, отъезда председателя автомобилиста не ждал. Поступили его сотрудники в соответствии с правилами техники безопасности. Тем временем жители кооператива обратились с жалобой в прокуратуру. Свет в поселении наконец появился. Подачу электричества возобновили в четверг около 7 часов вечера. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Технологии будущего в настоящем. Сургутские травматологи-ортопеды внедряют в работу последние мировые технологии. Инновационные методы оперативного лечения коленных и плечевых суставов не только кратно сокращают время вмешательств, но и позволяют пациентам гораздо быстрее вернуться к обычной жизни и даже занятиям спортом. Обучают наших хирургов специалисты международного уровня из Екатеринбурга и Питера. Дарья Давыдова и Вячеслав Ширкунов побывали на уникальной операции. Первые в Югре ортопеды сургутской травматологии вновь на передовой внедрение в работу инновационных технологий. Сегодня к хирургам прибыли коллеги из Екатеринбурга и Питера, чтобы познакомить наших медиков с новыми методиками лечения коленного и плечевого суставов. Кто отличает травматолога от ортопеды? Знаете? Оружие травматолога, скальпель, оружие ортопеда, ножницы. Эдуард Лобанов, заведующий отделением травматологии и ортопедии в Екатеринбурге, учился технологии пластики передней крестообразной связки в американской Флориде. Сначала проштудировал массу теоретической литературы, затем летал практиковаться к коллегам из США. Теперь с удовольствием обучает своим инновационным умениям и ортопедов в нашей стране. Технологию под названием All-Insight в России начали внедрять в ноябре 2013-го. Уже сделали около тысячи таких операций. Суть заключается в том, что для восстановления крестообразной передней связки теперь не нужно просверливать сустав. Работу можно ввести и внутри. Как следствие, минимальная травматичность, быстрые сроки реабилитации. Уже на следующий день пациент может ходить без костылей. Через три, через четыре недели после операции они идут в бассейн. Да, через полтора месяца после операции мы уже от них требуем, чтобы они не хромали, чтобы мы не поняли, какую ногу мы оперировали. Уникальность метода All-Insight заключается и в том, что эта технология первая, по которой можно оперировать детей. Метод фиксации передней крестообразной связки достаточно дорогостоящий. Однако югорчанам делать такие операции можно будет бесплатно по программе софинансирования. Оформляется государственная квота и все, что нужно югорчанину, это иметь документы, которые говорят о том, что он проживает в нашем округе. Операции на коленных суставах в Югре в основном делает молодежь. А вот травмам суставов плечевых как раз-таки наоборот, более подвержены люди старше 40 лет. С новыми мировыми технологиями оперативного лечения этих травм сургутских ортопедов познакомил Сергей Доколин, ведущий специалист российского НИИ имени Вредена. Лечение вращательной манжеты плечевого сустава технологии SpeedBridge не только позволяет пациенту вернуться к труду и спорту в ранние сроки. Сама операция делается намного быстрее, то есть существенно снижается воздействие наркоза на организм. Мы привносим свои какие-то нюансы, наработки и набираем свой опыт. Надеюсь, что это как найдет отклик и среди отечественных производителей когда-то в будущем. Специалисты из Петербурга и Екатеринбурга будут работать в Сургуте два дня. Затем инновационные технологии будущего в настоящем. Наши сургутские травматологи-ортопеды будут применять чуть ли не каждый день. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов. Сургут Интерновости. На эту минуту все. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Ухоженные тихие улицы, много зелени, озера. А среди всего этого современные таунхаусы, особняки и малоэтажные многоквартирные дома. Все напоминает обычный элитный коттеджный поселок. Но это совсем не так. Строители воплощают в жизнь гораздо более амбициозный проект. По задумке главного идейного вдохновителя, владельца компании «Оскона», крупнейшего холдинга товаров для сна Владимира Седова, Доброград станет идеальным городом для счастливой и активной жизни. Идея проста. Мы строим Доброград с нуля. И нам не нужно переделывать старые, чтобы хоть как-то худо-бедно обеспечить комфорт жителям. Здесь все самое лучшее. Новейшие подземные коммуникации. При этом наши архитекторы-инженеры рассчитали проект так, чтобы учесть в развитии технологий на десятилетия вперед. Я сам живу здесь и ежедневно наблюдаю, как концепция превращается в реальность. И могу сказать, что этот дом, в котором я хочу прожить всю свою жизнь. Уже совсем скоро город обзаведется своим вокзалом в рамках строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Тогда доехать до столицы можно будет всего за 55 минут. Сейчас Доброград уже стал не только желанным домом для нескольких сотен жителей, но и спортивным оздоровительным курортом, а также центром культурной жизни. Здесь проводят масштабное спортивное соревнование, фестивали и международные встречи. Так, в рамках форума «Россия. Спортивная держава-2016» Доброград посетил президент Владимир Путин, который пожелал удачи проекту. Немаловажным преимуществом Доброграда является первый медицинский клинический центр. Ультрасовременная клиника укомплектована новейшим оборудованием «Филипс», с которым работают врачи первой и высшей категории. Это надо поискать даже, если откровенно говоря, даже в Москве, чтобы найти такую больницу, с таким оснащением, оборудованием, такой операционной, которую я сегодня посмотрю. Я просто поражен. Это близко к эталону. И думаю, вот такие надо строить везде. У нас в Доброграде есть все для того, чтобы город стал максимально благотворной, безопасной и комфортной средой для жизни всей семьи – родителей, детей и старшего поколения. Кроме высококачественного медицинского обеспечения, мы позаботились об образовании. В Доброграде строятся уникальные школы, в которых предусмотрены новейшие программы разностороннего обучения. Досуг также обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Скейт-парк – один из лучших в России, веревочный парк, многофункциональный спорткомплекс, современный фитнес-центр и спа. Организация «Жизни в Доброграде» направлена на повышение здоровья человека и его долголетия. Особое внимание также уделяется качественному и здоровому питанию. Уже несколько лет активно развивается производство сельскохозяйственной продукции без использования химических удобрений и ГМО. Стать жителем города пока еще достаточно просто. Стоимость жилья в городе демократична и начинается от 1 миллиона рублей. Посмотреть, как будет выглядеть ваш новый дом, можно уже сейчас в шоурумах. После выбора проекта градостроители гарантируют возведение дома и подключение всех коммуникаций в течение трех месяцев. Торговая марка «Ринго» – эстетика утонченной и изысканной роскоши. Этой весной представляет эксклюзивные коллекции «Мистика», «Символ», «Русские царевны», «Кристалл». Большой выбор изделий с жемчугом. Ювелирный салон «Ринго». Ваша шкатулка фамильных драгоценностей. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Сургуте с 26 апреля по 6 мая. ДК «Камертон». Красивая, удобная, стильная – все это про обувь «Жетто». Женщинам красота и индивидуальность. Мужчинам – уверенность каждый день. Детям – яркость и комфорт. Салоны обуви «Жетто» – отличная обувь для всей семьи. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. Яркие весенние скидки в магазине «Адам». Минус 50% на весь ассортимент женской одежды. Платья, юбки, брюки, туники стоят наполовину меньше. Не упустите отличную возможность. Магазин «Сапфир» – мир очарования, созданный талантливыми мастерами Урала. В ассортименте изумительные образцы ювелирного искусства с драгоценными камнями. Коллекция эксклюзивных изделий из московской выставки. Магазин «Сапфир». Улица Сибирская, 15. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи» более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть – это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Пасхальная акция продолжается. Только до 25 мая скидки до 200 тысяч рублей на квартиры в готовых домах. Цена на квартиру в доме повышенной комфортности жилого комплекса «Вдохновение» от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Телефон отдела продаж в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Здравствуйте. Информация о погоде на 5 мая. В студии Алена Раковская. На погоду в Западной Сибири оказывает влияние тыловая часть североатлантического циклона, куда из Арктики поступают кучево-дождевые облака и студеный воздух. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями кратковременные дожди. Ветер западный – 4,9 метра в секунду, порывистый. Температура воздуха – плюс 2, плюс 7. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции из Германии и Финляндии. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok